МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Встреча боевого братства с председателем Совета депутатов Станиславом Радченко. Служу России, казачеству и вере православной, и Ленинскому городскому округу. В «Видном» наградили лучших специалистов в сфере местного самоуправления Подмосковья. Это люди неравнодушные. И сегодня мы, по сути, подводя итог, в определенном разуме их прославляем. Открылась хоккейная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть планы вообще открыть 64 школы хоккейных? Ну, посмотрим, как пойдет. Представители Норильского отделения общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» посетили Ленинский округ. Здесь они встретились с видновскими коллегами и председателем Совета депутатов муниципалитета Станиславом Радченко. На встрече была и наша съемочная группа. С участниками поговорил Максим Козлов. Чтобы попить чаю, обменяться впечатлениями, обсудить планы на будущее, гостям из Норильска пришлось проделать немалый путь. Впрочем, им не впервой. Люди за этим столом сделали немало для помощи военным в зоне СВО. И основной движущей силой этого процесса стала ветеранская организация «Боевое братство». Это связующее звено каждой семьи, каждого солдата, каждой ячейки нашего общества. Несмотря на то, что мы все в разных абсолютно разбросанных плоскостях и нашей необъятной родины, но тем не менее мы можем сегодня сплотиться, найти друг друга и помочь друг другу. Норильск находится почти в трех тысячах километрах от Москвы. Норильчане договорились с местной логистической компанией доставлять грузы до столицы, а вот с дальнейшим передвижением возникла проблема. Тогда на помощь пришло Ленинское отделение «Боевого братства». «Боевое братство города Норильска, в том числе Андрей Басенко, с кем мы проходили службу на Кавказе, он знал, чем я занимаюсь в первые дни, и он обратился к им помощи. Если мы захотим помочь нашим мобилизованным ребятам, вы не откажете? Я говорю, Андрей, мы с тобой в одном окопе были. Конечно, нет. И на тот момент, когда они приехали сюда, и их груз прилетел самолетом, мы загрузили в нашу машину и, как говорится, совместно «Боевое братство Норильска» и «Боевое братство города Видно» отвезли мобилизованным их норильчанам. Помимо этого мы встретились с нашими ребятами с Норильского городского округа. Более 10 тонн груза собрали норильчане для отправки в зону СВО, но в феврале этого года возникла идея лично навести земляков. И здесь на помощь вновь пришли представители Ленинского отделения «Боевого братства». Родственники, близкие передавали посылки, и мы посчитали своим долгом сидеть с ребятами и передать им лично в руки. Это было очень приятно и нашим ребятам, и нам было очень приятно. Мы видели их глаза, лица, мы с ними ночевали в расположении, делились впечатлениями. Важной и трогательной частью встречи стало вручение благодарственных писем главы города Норильска, ценных подарков и наград от Норильской общественной организации «Черный тюльпан». Это знак признательности и благодарности за помощь, которую оказывают руководство округа и члены Ленинского отделения «Боевого братства» участникам СВО из Норильска. Служу России, казачеству и вере православной и Ленинскому городскому округу. Через два дня закончится формирование очередного груза, и члены «Боевого братства» вновь отправятся в зону проведения специальной военной операции. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В «Видном» наградили лучших специалистов в сфере местного самоуправления Московской области, а также отметили наиболее интересные и полезные общественные проекты. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Борисова. Муниципальные служащие, депутаты, сотрудники органов местного самоуправления, старосты сельских населенных пунктов из 17 городских округов Подмосковья приняли участие в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». За звание боролись более 40 кандидатов. Конкурс у нас проводится уже 15 раз, 15 год, и за это время порядка 400 человек, чуть меньше 400 человек принимало участие в нашем конкурсе. Количество номинаций с каждым годом у нас увеличивается. В каждой из девяти номинаций три победителя – первое, второе и третье места. 27 призеров со всего Подмосковья съехались в Ленинский городской округ на подведение итогов и награждения. «Они, условно говоря, вышли на старт, они реализовали какое-то мероприятие, это люди неравнодушные, и сегодня мы, по сути, подводя итог, определенным образом мы их прославляем и рассказываем о том, что они сделали в своих территориях. Это позволяет, ну, конечно, они же представляют не только себя и свой муниципалитет, это, на самом деле, особая, может быть, гордость, но одновременно рассказать для других территорий, как можно и нужно делать». В этом году в Ленинском городском округе три победителя. Среди них начальник контрольно-ревизионного отдела финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Екатерина Мозглякова. Сотрудница трудится в ведомстве уже 14 лет. Говорит, работа непростая, но очень нужная. «Моя тема – это цифровизация контрольной деятельности, которая способствует улучшению, планомерному осуществлению контроля и работу на предупреждение нарушений, то есть не на их обнаружение и уже по факту, а именно на предупреждающий контроль». Также объявили победителей конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2022», который проводится уже второй год подряд. Мероприятие направлено на поддержку общественных инициатив граждан и социально значимых проектов, а также распространение наиболее успешных из них на территории Подмосковья. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ледовом дворце города Видное открылась хоккейная группа для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация проекта стала возможна благодаря фонду «Спасая детство» и администрации Ленинского городского округа. Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. У сына Елены Васильевой, 9-летнего Артема, задержка речевого развития. Мальчик увлекается спортом и прикладным творчеством. В этот новый хоккейный класс для особенных детей пошел потому, что не может сидеть на месте. Хочет постоянно развиваться и общаться со сверстниками. Просто с нормотипичными детьми он, наверное, не смог бы так полноценно заниматься. А здесь, так как дети тоже с особенностями, это позволяет ему немножечко лучше адаптироваться и не чувствовать себя каким-то ущемленным, наверное, а на одном уровне со всеми достигать какие-то новые результаты, достигать каких-то вершин. Новые вершины вместе с Артемом теперь будут достигать и другие 15 ребят, которые в числе первых попали в руки высокопрофессиональных тренеров хоккейной группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча для ребят вторая и ребята стоят на льду, стоят на коньках и многие из них делают это уже в удовольствии. Я сегодня видела мальчика, который впервые вышел на лед, который очень боялся и возвращаясь назад к маме на скамью, он возвращался счастливым, глаза горели. Эта хоккейная школа в городе Видное первая в своем роде. Ее создание стало возможным благодаря поддержке Министерства спорта России, правительства Московской области и администрации Ленинского городского округа, которая, кстати, и предоставила площадку для занятий. Работу тренеров и форму оплачивает инициатор проекта благотворительный фонд «Спасая детство». Я считаю, что через спорт можно вытащить любого ребенка с любого состояния. Основная задача в этом. Есть планы вообще открыть 64 школы хоккейных? Ну, посмотрим, как пойдет. Реализация проекта «Дети – наше будущее» была бы невозможной без поддержки главного врача. Видновской районной клинической больницы Бутая-Бутаева. Сейчас, когда формировалась эта команда, наши специалисты-врачи провели осмотр всех детишек и дали допуск для занятий хоккеем. Здесь больше социальная адаптация, которая необходима для детей. Набор ребят в хоккейную группу продолжается. В списке желающих уже порядка 30 ребят. Организаторы проекта уверены, место найдется для каждого. Юлия Погостьян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. На центральных площадях и в скверах города Видное начали высаживать весенние цветы. Красивые клумбы и нарядные композиции с необычным рисунком порадуют жителей и гостей в майские праздники. Цветочным настроением зарядилась и наш корреспондент Галина Житкова. Шикарная апрельская погода «Плюс 21» поднимает настроение буквально всем жителям города и дает возможность бригаде озеленителей на несколько дней раньше привычных сроков приступить к работе. Благодаря усилиям всего 13 сотрудников на майские праздники Видное превратится в цветочный рай. Первую посадку мы сажаем в Виолу, которая более-менее стрессоустойчива, потому что изменчиво погодные условия, которые ожидаются. И Виола себя выдерживает при каких-то понижениях температуры. Каждый сотрудник за смену сажает около 3000 синих, белых, розовых и бордовых, крупноцветковых Виол, которые в народе еще называют «Анютиными глазками». Уже готовы клумбы возле кинотеатра «Искра» и «Камни первостроителям». Сейчас ведется работа на «Аллее славы». Сейчас будет Виола. Дальше мы Виолу убираем и уже привозим летники. Там и тагетисы, и тенерарии. Очень много разных цветов. Конечно, клумбы будут все лето играть по-разному. Сотрудницы отдела благоустройства озеленения Вера и Надежда Бахтерева рассказывают, что высаживают цветы по особой технологии к 1 маю и Дню Победы. Теперь, чтобы рассада хорошо прижилась, ее надо правильно поливать. Сажается ряд, да. И в шахматке сажается следующий ряд. И так далее. А по тому, как у нас по плану посажено, то есть размечено все, это по рисунку. Какие цветы планируются, на какой рисунок, какой линии. Тогда там уже тоже. А в основном шахматка идет. Перед началом посадок дизайнеры обязательно готовят эскизы и стремятся, чтобы городские цветники всегда выглядели по-разному. Весной и летом этого года клумбы с необычным рисунком появятся возле администрации и в Тимоховском парке. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Зрители нашего телеканала могут быть знакомы с историей ученика Видновской школы номер 7 Влада Синилкина, получившего серьезные травмы в ДТП. В 2021 году мы проводили благотворительный марафон в его поддержку и собирали деньги на реабилитацию. Центр детского творчества «Гармония» принял эстафету и провел свой фестиваль «Ангелы добра». Подробнее в нашем сюжете. В Видном состоялся благотворительный фестиваль «Ангелы добра». Он был направлен на помощь ученику 7 школы Владу Синилкину, который получил серьезные травмы в ДТП в конце 2020 года. Организатор мероприятий выступил Центр детского творчества «Гармония». Обратились в управление образования, и они нам сказали, ну вот же у нас в 7 школе есть мальчик, которому действительно нужна помощь. Поэтому познакомились с семьей Влада. Уже мы первую акцию проводили в декабре месяце 2022 года, сейчас вторая акция, и именно для Влада. Зимой Влад посетил первый этап акции вместе со своей мамой. Естественно, на этот раз они тоже присутствовали в зрительном зале. В прошлый раз я плакал, очень постарались все в прошлый раз, мне очень понравилось, и в этот раз, я думаю, все очень хорошо выступят. В этот раз мы подготовились морально, но уже и Влад более такой окреп. Теперь он у нас официально спортсмен, занимается паралимпийским спортом по плаванию. Поэтому мы пришли не только показать, но и даже ребят, можно сказать, подбодрить, что в любой ситуации нужно держаться и не унывать. Во время концерта каждый желающий мог пожертвовать посильную сумму на продолжение дорогостоящей реабилитации. В рамках общественной молодежной организации «Движение первых» ребятам рассказали историю мальчика, и она получила отклик в их сердцах. Насколько мы смогли донести проблему этого ребенка, и поняли, что как раз все, что мы говорили, все, о чем мы рассказывали, и детям, и родителям, мы получили вот такую ответную реакцию, что огромное количество коллективов согласилось у нас сегодня выступать в благотворительном концерте. Творческие коллективы и сольные исполнители вышли на сцену, чтобы поделиться своими эмоциями. Мой педагог рассказал нам эту историю, и мы прониклись и решили помочь мальчику, потому что все бывает в жизни, каждый может попасть в такую неприятную очень ситуацию, и поэтому почему бы не порадовать человека? «Я пою песню советского музыканта Арно Бабаджаняна, песня «Верни мне музыку». Я ее уже пою не первый раз, уже много раз пел, и она уже вошла будто в меня». Выступления юных артистов оказались очень трогательными, и никого из собравшихся не оставили равнодушными. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ На сегодня это все новости, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова